Приветствую вас, мои дорогие! Сегодня мы поговорим о чувстве, с которым сталкивается хотя бы раз в жизни каждая женщина. И это чувство не приносит ей радости, а только отравляет ее отношения с мужчиной и отравляет ее саму, ее уважение к себе как женщине, заставляя в себе сомневаться, сомневаться в своей привлекательности. Сегодня мы с вами будем говорить о ревности. И если даже на сегодняшний день вы скажете, да, я не ревнивая, у меня все хорошо, мои дорогие, но ведь вы хотя бы раз сами сталкивались с ревнивым партнером, который вам говорил, а ну, подруга, ты куда пошла? Иди сюда! Ты почему не вернулась вовремя? Почему он на тебя так смотрел? Или вы сами своему партнеру говорите, а почему ты с Машей разговариваешь дольше, чем со мной? Почему ты ей улыбаешься чаще, чем мне? А где ты был 15 минут после работы? Дай я проверю твой телефон, кто тебе звонил, кому ты пишешь смс-ки. И это все отравляет отношения, это все рушит, просто вдребезги на разносит. Те тонкие связи, которые выстраиваются между мужчиной и женщиной, те тонкие связи, на которых как раз и строится счастье совместной жизни, где выстраивается взаимное доверие, где выстраивается совместное будущее, к которому хочется идти. И вот для того, чтобы эта ревность не разрушала ваши отношения с мужчиной, чтобы вы знали, как поступать, если вдруг вас одолевают вспышки ревности, как с ними справиться, как справиться с тем, что вы ревнуете своего партнера к другим женщинам, как справиться с тем, что партнер ревнует вас и заставляет отчитываться или пытается ограничивать вашу свободу и круг общения, как поступать с этим, я решила с вами поделиться в интенсиве, который так и будет называться «Как избавиться от ревности». Потому что эта проблема на самом деле, она кажется смешной, пока она не касается лично вас, пока она не рушит лично ваши отношения. Но как только она появляется в вашей жизни, вы пытаетесь искать информацию, а ее найти негде. И вот именно поэтому я дам рабочие методики, как узнать о том, что вы подвержены ревности, как узнать, что и что делать, если у вас только зарождается ревность, как ее прибить, чтобы она не портила ваших отношений. Мы с вами поговорим о самых действенных, которые у меня выработали за 10 лет работы с клиентками методах, нейтрализовать вашу собственную ревность и ревность вашего партнера, как сделать так, чтобы, разорвав эти цепочки, вы могли вместо них выстроить новые прочные связи, доверие друг к другу. Об этом всем мы с вами поговорим в интенсиве. Вы получите противоядие против ревности партнера, вы получите способы нейтрализации своей ревности, вы получите пошаговые инструкции, как делать, если вам хочется проверять его телефон, как поступать, если вам хочется контролировать его прихода и перемещение в ваше отсутствие, что делать, если пытаются контролировать вас, и как выстроить, вернее, как сделать партнера, который считает, что ваша ревность – ваша проблема, как сделать его активным участием, участником укрепления ваших отношений, как его привлечь, совершенно без его желания, может быть, даже, чтобы он сам был заинтересован в том, чтобы доверие между вами крепло и отношения развивались дальше. Это всё будет на интенсиве. А теперь для кого он подходит? Первое, очень важная категория – это женщины, которые ревнуют постоянно всех и ко всему. Эти женщины знают, что такое ревность с самого-самого детства. Это те женщины, которые ревновали когда-то родителей, ревнуют своих подружек, ревнуют начальников, за то, что уделяют больше внимания их коллегам или хвалят их чаще, которые контролируют всех своих партнеров на каждом шагу. И, естественно, на 100% вытеснить ревностью из вашей жизни я вам не помогу. Но в этом интенсиве вы получите рабочие методики, которые помогут снизить вот тот уровень яда, который насыщен и отравляет ваши отношения с другими людьми. Вы сами получите простые-простые в работе методики, которые помогут вам сбить свою собственную тревожность, снизить ее практически до нуля, чтобы вы за собственной тревожностью, убрав ее, увидели те, кто перед вами, увидели людей и смогли с ними комфортно общаться. Вторая категория, для которой подходит этот интенсив, это категория женщин, которые сталкиваются постоянно с ревнивыми мужчинами, которых партнеры постоянно пытаются контролировать. Может быть, у вас, даже если вы скажете, я сейчас не в отношениях, у вас могут быть контролирующие родители, которые ревнуют вас, потому что вы много времени проводите не с ними, у вас могут быть дети, которые ревнуют вас ко всем на свете, у вас могут быть ревнивые подруги. Это тоже проявление ревности. И как поступать в этих ситуациях, я тоже вам расскажу. Еще одна категория, третья, для которой предназначен этот практикум, и будет очень хорошим подспорьем, это женщины, которых уже предавали. Женщины, которые уже хотя бы один раз пережили крушение отношений, крушение того, что для них дорого и важно. Потому что после этой боли появляется желание и уверенность подсознательная почему-то, что если я буду все контролировать, со мной этого больше не случится. Я научу вас и подскажу, какими способами можно выстроить свое поведение, поведение откорректировать своего партнера, о чем с ними договариваться, с партнерами, чтобы этого не произошло. А еще я дам вам явные и косвенные признаки того, что мужчина вам изменяет, чтобы вы точно знали, вот если это совпадает, пять пунктов, допустим, значит он мне изменяет, у меня есть повод для подозрения, у меня есть повод для серьезного разговора. Вот если вот это, вот это, вот это не случилось, я могу не париться, я могу заниматься своими делами и не портить себе и мужчине нервы, не портить наши отношения. Ну и четвертая категория. Это женщины, как правило, очень сильные, очень успешные в социуме. Но может быть они проходят через какой-то период одиночества и встречаются с мужчиной, который кажется, ну вот я наконец-то его нашла, или ну вот наконец-то хоть кто-нибудь меня любит. И этот партнер мгновенно взлетает на пьедестал. Он становится самым важным, он становится самым значимым, потому что с ним вы переживаете те эмоции, которых раньше вы не переживали. И даже у женщины, которая прожила до этого всю жизнь весьма успешно, никогда никого не ревновала, пробуждается такая ревность и жажда контроля, что она не знает, как с этим справиться. Вот для этой категории женщин наш интенсив будет абсолютно полезен, потому что вы получите все инструменты, которые помогут вам, во-первых, разобраться, что является причиной вашей ревности, как вы можете ее нейтрализовать еще в той точке, где она зарождается, чтобы она не портила ваше отношение с мужчиной. Заодно вы получите инструменты, которые помогут вам определить, этот мужчина действительно соответствует тому, чего вы от него ждете, или вы ему просто авансом выделили пьедестал, а теперь вам нужен повод для того, чтобы из этого пьедестала сбросить, чтобы не чувствовать себя слишком уязвимой по отношению к нему. Вот все это мы разберем на интенсиве уже совсем скоро. Выбирайте, хотите ли вы жить с ревностью, разрушать свои отношения сами, или вы хотите быть любимой, счастливой, доверять своему партнеру и пользоваться от него полным доверием, чтобы вы были счастливы и ревность больше никогда не разрушала ваши отношения.